Добрый день дорогие друзья вы смотрите программу в центре внимания в студии Влада Сгидонис и в преддверии 8 марта как никогда актуальна фраза действительно ли что на 10 девчонок по статистике 9 ребят актуальна ли эта фраза мы узнаем у начальника отдела статистики населения Мурстата Натальи Анатольевны Леченко Анатольевна здрасте здравствуйте ну так скажите сколько в области женщин какой средний возраст ну женщин в возрасте в области вернее больше 400 тысяч и удельный вес их больше чем у мужчин все-таки больше 53 процента да у нас в области средний возраст женщины 41 год мужчина 5 лет меньше то есть женщины наши в среднем старше чем наши мужчины это за счет того что у женщины почти на 12 лет больше продолжить на жизни то есть перевес в старших возрастах вот тысячи мужчин приходится две с лишним тысячи женщин а в целом по области правильно как по статистике у нас прям почти в один один в один на тысячу мужчин у нас приходится тысяча сто двенадцать женщин то есть один и вот на девять десять это принципе это прям точно это прямо точно отлично у нас так а если сравнивать количество мужчин какая разница получается в разных возрастных категориях есть ли возраст где мальчиков все-таки больше чем девочек да вы эти молодые возраста то есть примерно где-то до двадцати пяти тридцати лет у нас численность мужчин превышает численность женщин это связано с природной особенностью что традиционно мальчиков рождается больше чем девочек это неизменная так сказать тенденция на протяжении вообще столько времени нисколько я этим это наблюдаю она не меняется то есть это такая постоянная когда это я так думаю что это наверное все таки природой заложено чтобы мальчиков рождалось для того чтобы баланс на земле существовался что очень интересная статистика я даже об этом никогда и не знал скажите амурчанки предпочитают проживать больше в городе или все-таки в сельской местности но у нас вообще по области население распределяется таким образом что 70 процентов почти живет городских населенных пунктов и 30 процентов всего в сельских и естественно женщины тут как говорится то же самое соотношение то же самое единственное что удельный вес сельской местности все-таки среди женщин побольше чем среди мужчин то есть если допустим у нас целом по области 53 процента женщин 47 мужчин то в сельской местности почти по полам ровно а в городской перевес больше стороны женщин да хорошо что касается образование какая картина здесь вырисовывается картина здесь вырисовывается такая в целом женщины у них уровень образования выше особенно что касается высшего образования и среднего специального то есть того которая требует нет а если в вот этих категориях на тысячу лиц возрасте 15 лет и старше у женщин доля больше чем у мужчин то в среднем образованием ниже среднего там наоборот как бы мужчин больше но среди тех которые имеют после вузовское образование на тысячу людей 11 женщин докторов наук а у мужчин 13 то есть чуть-чуть побольше бы не немножко вот другая то есть женщины более усидчивая мужчины более гениальный ох как же вот это вот это вы интересно завернули мне мне прям даже чуть-чуть приятно стало хорошо давайте тогда составим такой портрет среднестатистической амурчанки это девушка трудоспособного возраста с отличным образованием а вот как обстоят дела с семейным положением ну семейным положением тут тоже свое влияние оказывают общие мировые вообще тенденции если у нас по переписи второго года значит состояли в браке 57 процентов женщин то по переписи 10 уже 55 и старше то есть немножко как бы вот это вот да но тут получается имеется ввиду что не сейчас уже не так стремятся регистрировать брак то есть потому что все равно ну рождаемость тоже она падает уменьшается у нас уже на протяжении многих лет не наблюдается даже простого воспроизводства населения для которого на каждую женщину вот детородном возрасте должно приходится более двух рожденных детей сейчас у нас порядка скажем так где-то в целом по области полтора но в селе повыше в городе поменьше а с чем связана сия статистика ну во первых тут у нас имеют конечно влияние и вот эти вот волны спада рождаемости то есть нет просто базы скажем так ну вот для рождения определенного количества детей просто как бы некому но и все-таки это вот последние годы начала развиваться тенденция рождение вторых третьих детей последующих до этого в основном очень большая доля занимали семьи с одним ребенком потом с двумя а с тремя и больше это вообще была редкость не вот просто интересно это как-то связано с государственными поддержками вот то что последний рост именно увеличение третьих и последующих детей это однозначно связано потому что тут мы наблюдали прям прямую зависимость как только начали вводиться вот эти меры и семейный капитал и в меры поддержки разные детей сразу вот именно пошло увеличение да пошел рост наталья анатольевна а у меня да еще такой вопрос ну раз уж мы заговорили про рождаемость в каком возрасте если есть такая статистика мурчанки чаще всего решаются на пополнение и где как уже сказали по моему в селе до немножко больше роста да то есть в селе скажем так рожают чаще то есть на одну женщину приходится немножко больше рождение чем в городе а вообще женщины основной пик рождаемости это у нас до 25 лет до 25 лет то есть все таки наши женщины мудрые вам русской области то что природой определено самым комфортным возрастом для рождения ребенка все таки мы в это вкладываем это замечательно поскольку есть такая другая немножко статистика по нашей стране где женщины сначала ставят карьеру в главе интересов а потом уже семейное положение и рождаемость это чистая правда это да тут конечно еще связано же с нашими особенностями чисто региональными потому что ну делать карьеру наверное не какой-то определенный должен быть уровень заработка вот прям очень высокий чтобы ради него пожертвовать семьей да 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 то есть вообще в это вложиться но у нас таких не очень много поэтому когда мы все-таки должна быть все-таки уверенность мы надежда россии на нормальную семью то есть россия может быть спокойна что мы можем создавать свои семьи очень интересная статистика наталья анатольевна спасибо вам огромное за то что вы поделились этими данными этими цифрами и мне очень хочется поздравить вас с наступлением праздника весны и пусть статистика в плане рождаемости в плане семейного положения в нашей области как минимум нашей области только растет согласно согласно спасибо огромное друзья мои я напомню что в нашей студии сегодня была начальник отдела статистики населения амурстат наталья анатольевна левченко любите друг друга создавайте семьи и рожать детей всего доброго а